Говорит, мне нравится черное белье, и тут заходит третья баба в этот кабинет, выбегает главная героиня, стоит главный герой, вот так вот, мне нравится черное белье, и третья баба такая, ебаные извращенцы, они стут совет, блядь. Подкаст новый, а, е, спустя полгода, как обещали, замечательно. Возобновить запись подкастов, вот это мне нравится, типа, мы планируем возобновить запись подкастов, возобновили, блядь, через полгода. Ладно, ну через полгода, последний мы записывали в феврале, кстати. Да, я его нашел здесь. Оправданная херня, мы что делали, смотри, видео вам монтировано, монтировано, трек новый записано, записано, несколько трек новой написано, написано, все. Я только что понял, короче, что мой гениальный план, по которому я сейчас прихожу, короче, на подкаст, и такой, типа, ребята, мы не врали, короче, смотрите, у меня что есть. И вот так вот с телефона показываю то, что мы смонтировали, но мы на мой телефон записываем, поэтому я сейчас не могу показать. Покажи с моего, но там будут мои дикпики, поэтому... Ты можешь на Google Диск зайти, они уже там все, все уже есть, все, финальный монтаж я уже залил, да. Какая красота, ребят, скорее всего, когда выйдет этот подкаст, вы уже можете посмотреть, ссылочка будет вот здесь. Не будет. Вот здесь, точнее, или где? Вот здесь. А, подожди, а так можно? Да. Ну, сейчас можно еще, да? Можно, можно. Типа только эти... Я хуй забью. Юзер пики, по-моему, пропали, только все остальное можно. Хуй забью. В описании, значит, ищите. Я надеюсь. Ну, вообще, стоит не забыть, хоть один раз вставить то, что обещали вставить. Ну, да. Так, по темам, чего мы сегодня с тобой говорим. У нас с тобой несколько тем, две из них мы не придумали, поэтому... Поэтому все как всегда. С нами наш хороший друг Никодим, Иртиш, с историями про аниме и про пердеж. Поздоровайся. Еще с застарелыми пастами про говно, блядь, которое скидывал в чат. Он про... Ты... А, ты же вышел из чата. Именно потому что он скидывал в чат. Он там... Не, он там, короче... Я не знаю, я вот так вот минуты и полторы, наверное, листал тексты, которые он там скинул. Я даже не старинный микрофон. Я даже не старинный микрофон. Я даже не старинный микрофон. Я не старинный микрофон. Я не старинный микрофон, братан, почитай ее. Я слезами захлебнулся. Я тебе отвечаю. Хорошо, когда у меня будет время в гробу. Примерно сегодня. А, сегодня я потлатый, шипковен, и поэтому мы... Если кто доебется... Так, сразу говорю. Смотрите, башка моя и шапка моя. Че хочу, то и делаю, понятно? Пизды можете дать ему вы. Если найдете. Я в основном дома сижу, в основном. Поэтому ты и шапки ходишь. Поговорить про че? Хотелось бы сегодня мне... Давай сразу... Первая тема, первая тема. Давай сразу, короче... Рекламочка, рекламочка. Вот с этого начнем, короче. Вот. Это замечательный мерчик замечательного фестиваля, на котором я замечательно был на прошлых выходных. Это было... Воскресенье. Воскресенье. 22-е. 22-е число, да. 22-е мая. Забыл, какой месяц сегодня. Вот. Так. Че хочу сказать. Очень клево получилось. Я совершенно не ожидал, насколько это будет круто. Ну, то есть, знаешь, блядь, вот это... У тебя бывает такое, что ты какого-то события очень-очень ждешь и прям представляешь себе, как оно будет проходить. Всегда. Что там будет происходить. Абсолютно всегда. И так далее. Вот. И ты когда туда попадаешь, немножко ожидания и реальность как бы сталкиваются. И иногда, типа... Хуже кажется. Хуже кажется, да. Типа, бля, я представлял по-другому. А иногда, блин, я представлял по-другому. Вот. И вот как раз вот это вот второй случай был, когда я себе представлял, что будет круто, но я не думал, что будет настолько круто. Вот. И типа я вообще остался совершенно доволен. Кто еще не понял, о чем сейчас речь? Я ездил на фестиваль шрифтов, каллиграфии, леттеринга. В общем, дизайнерская такая внутричковая движуха. Дизайнерская. Такая немножко внутричковая, почти на 2000 человек в этом году. Вот. Который называется YoFest. В этом году я был на нем уже второй раз. Первый раз он был в Туле в октябре того года. В том году ты был с лекцией. Да, и в том году я приехал, точнее как, не то, что я приехал, меня просто позвали и сказали, ты типа хочешь что-нибудь? Во-первых, ты был с Будуна, тебя привезли. Давай начнем с этого. Ты хочешь что-нибудь рассказать? Я говорю, я хочу что-нибудь рассказать. Я еще тогда не знал что, но у меня уже был энтузиазизм. Не пизди, ты лекцию подготовил. Лекцию я подготовил. Меня позвали где-то месяца за полтора, и за месяц я подготовил лекцию. Где-то вот так. Вот. В этом году меня позвали где-то за месяц, и я не готовил ничего, потому что до самого последнего момента никто не раскрывал карты, что я буду делать. И еще одна, собственно, моя коллега, да, что мы будем делать на фестивале, а мы оказались ведущими. Вот. И мы отвели весь фестиваль. На самом деле, кстати, по-моему, неплохо получилось. Я вот во второй половине подразогнался очень и прям... Когда я после второй прачки подразогнался, я сказал Ромочке, что лучше бы ты, сука, так на подкасте разговаривал, как ты разговаривал на фестивале. Слушай, ну я пытаюсь, на самом деле, я, как сказать, изучаю свой предыдущий опыт, разбираю ошибки. Мне дико не нравится прошлый подкаст. Если кто не видел прошлый подкаст, посмотрите, он будет в ссылочке в описании там или где там, ну, найдете на канале. Господи, вы че? Вот. Мой канал, блин. Да. Его канал. Вот. Мне дико не нравится, как я разговаривал даже на прошлом подкасте, потому что у меня было совершенно непонятное количество слов-паразитов, каких-то пауз. Ставь лайк, а он умрет за эту хуйню. Каких-то пауз там и так далее. Я смотрю на это все, и я как-то стараюсь себя немножко поднатаскать в этом плане. Я не очень ораторским искусством владею, но я с этим стараюсь Если бы ты владел ораторским искусством, у меня было бы меньше бывших. Наверное, да. Очень плохая шутка, мне не нравится. Ну, ладно. Я тебе ее тоже прощу. Я тебя слишком много прощаю. Как это и мне, кстати. Короче, если... Вот, у меня всегда много корочное, я не парюсь, потому что я так в реальной жизни разговариваю. Поэтому, как бы, слова-паразиты — это мое. Меня всегда очень волнует, как я выгляжу в кадре. Ну, я очень плохо всегда выгляжу в кадре, даже на всех каверах. Не на каверах, на концертах. Я уже перестал париться, потому что люди, возможно, кто-то так не думает. А если ты, пидор, так думаешь, блядь, ты будешь иметь дело с ним, он тебе даст свою шапку, блядь. Будешь ты теперь таким, как он. Ну, давай я в двух словах расскажу вообще, как я туда поехал, как я туда приехал, что мы там делали. Что вы там делали? Давайте, что там происходило, расскажи людям. Потому что, несмотря на то, что у нас подкаст группы, которая режет свиней и жрет котят, надо как-то разнообразно... Как нам тут недавно сказали, да, я тебе не говорил про чувачка, который говорит, у вас там, типа, песня про кровь в кишке, вот, про последний сингл. У вас там песня про кровь в кишке, короче, а... Распидорасила. А в том, что уже сейчас вышло, типа, все наоборот, по-другому, там, типа, бабочки-цветочки, там, и так далее. Так, подожди, это все про один трек, нет? Про один трек, да, и... А, ты имеешь в виду про виду? Да, да, и я такой говорю, ну там нет ни про кровь, ни про кишки, типа, чувак, ты что несешь там? Типа, вообще про другое, там, про внутренний мир, там, про переживания, там, все вот это. Вот. Короче Сейчас Про Ефест Что могу сказать Во-первых, огромное спасибо организаторам Я сейчас Такая немножко минутка рекламы Но это не реклама, это просто Я как бы от души говорю, потому что Топлю за эту движуху Внутрики организованы очень Добротные, очень Круто, очень Правильно, я бы даже так сказал Потому что я еще за две недели До Мероприятия у меня уже были билеты на руках Я уже знал Когда я еду, на чем я еду С кем я еду, куда я еду Куда я потом заселяюсь Что я делаю По приезду, там туда-сюда То есть я уже прям распланировал Условно Вот эти вот там выходные Что я буду делать, куда я пойду Там и так далее Вот Кстати, во флаконе Был в прошлом году И намного было Ну, то есть масштаб мероприятий Был совершенно несопоставим с тем Меньше было Да Раз, наверное, в пять Меньше Сейчас, как бы, чтобы вы понимали Туда пришло где-то около полутора Тысяч Тысяча шестьсот, наверное, человек Где-то так Во флаконе было, наверное, человек Ну, может быть, типа Хорошо, если пятьсот Ну, это достаточно хорошая сумма Ты не забываешь Что такое Типа четыреста пятьсот Поставить в ряд Где-то Я понимаю, что это поставить в ряд Но ты был в граффити И насколько там было вот движо Вот там Ты туда пошел И там Пляски танцы Ты туда пошел Там бургеры жарят Ты туда пошел Там дети рисуют Туда пошел Там картины висят Вот Прачка Забыл Туда пошел Там прачку Наливает красивая барменша Я не знаю, кто ты Да я влюблен Напиши А если тебя зовут Наташа, блядь Я не знаю Наташа плюс пиво в подарок Ты виду туриста Обслушался, что ли, блядь О, господи Было очень все клево Мне супер Очень понравилось И там Сейчас еще такая Немножко инсайдерская штучка Там уже идет Немножко обсуждение Следующего мероприятия Я не буду сейчас Ничего раскрывать Но Типа Предварительно Какие-то уже обсуждения Когда вы работать-то успеваете Ёпта Все вот это По обмену премудростями Блядь Слет юных Василис Вот это Так в этом и В этом и прикол То, что ты Как бы Ну Есть ребята Которые вообще живут От феста к фесту Они Случай Случай Я письмо Типа они ездят Ну вот там Например Я не знаю Взять Там я не знаю Игорь антагонист Он просто Он ездит Я хочу поправить провод Ты рассказывай На всю На всю фигню Короче он ездит Он ездит Он вот сейчас Просто после ее феста Сразу он просто Сорвался из Москвы Он поехал На Биеннале В Казань То есть он Чисто От фестиваля К фестивалю Потом он сейчас Приедет Обратно В Москву Поработает Порисует Что-нибудь И потом Опять на фест Выставлять Показывать Рисовать Туда-сюда Блин Чувак так зарабатывает Типа Почему нет Вот Несмотря на то Что Некоторые последние События Подкосили Немножко Вот эту вот Историю И ему пришлось Устроиться На обычную работу Он все равно На этой обычной работе Короче он Он ходит Короче Расписывает Мотики Например Типа там Каллиграфию На них рисует И Всякое такое То есть он ищет Какие-то варианты Ну как Типа как и любой из нас Вот Так что В общем Было клево Вот А сейчас я подытожу Свои впечатления Потому что я Молчал Все это время Пока допиздил Значит что Несмотря на то Что мы пришли Только на второй Половину фестиваля Потому что мы Плакали с артищом Как было запланировано У нас по записи Все Поплакали Нормально Замечательно Хорошо Не падлинкин парк Правда Ну блять Забыли Забыли 21 этаж Заткнитесь Да Вот Мы пришли туда поздно Но Я думал Это будет более душно Это оказалось Не так душно Там наливали Что самое главное Это для меня Очень радостное А Мадамы красивые Ходили Ходили Спикеры Так сильно Не душнили Как в прошлый раз Было достаточно Может быть И интересно Ты В Туле В Туле В Туле Ну да Вот Все на чем я был В Туле Конечно Может кому-то И обидно будет Ну мне похуй Вообще Ну типа Я считаю Я считаю Что это даже Как бы нельзя Сравнивать Потому что Это совершенно Во-первых Разные масштабы А какого Хуя Несмотря на то Что это один фестиваль Совершенно Разные масштабы И совершенно Разные Локации Потому что Там было Очень Ну максимально Внутрячковое Мне кстати Нравилась Локация Как это Ликерк Ликерк Да И именно тот цех Который выделили Именно тот цех Который На входе Он забавный Он кстати Классный Не ну короче Я Что хочу подытожить На удивление Не душно Наливают Вкусно Девушки Были Красивые Информация Конечно Новая Я для себя Хуй подчеркнул Потому что Я пиздодельный Перебивка Продолжение Ее феста Раз мы уж Затронули Эту Всю мою Любимую Дизайнерскую Тему У меня Где-то С недель Назад Родилась Такая Тема Если В двух Словах Ее Как-то Очертить Почему Группе Обязательно Выглядеть Заебись Не просто На сцене Но еще И в соцсетях Визуально Вообще И так далее И так далее Как слушатель Вот как ты думаешь Приятнее будет Смотреть Просто на Патлатиков Или на Патлатиков Сильных Стильненьких Ну по моему Ответ Конечно же Очевиден Естественно Но Но Если Вспоминать Как мы Какие-то Коллективы Для себя Находили Когда-то Вспомни Это был Либо клип Какой-то Либо концерт Либо Сама концепция Афиша Года Не Палились Во Внутренней Движухе Там Все Знали Ну понятно Кто это Что там Вася Петя Шон И Кори Но Все же Вот Со стороны Еще Поскрепи Пожалуйста Да Там все равно Не слышно У нас же Динамический Микрофон Шур 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 СМ 58 И Незаземленная Проводка Это Самое Лучшее Сочетание Класс Вы бы видели Какая Вы бы видели Какая у нас Сейчас тут Коммутация Просто Блять На студии Ладно Не будем Вот Хотелось бы У тебя Спросить Как у дизайнера На что Ты в первую очередь Обращаешь внимание В коллективе Как дизайнер Как слушатель И Что тебя Соответственно Отталкивает Пум-пум Вот смотри Да Прям по пунктам Пойдем Давай В первую очередь На Имидж группы Влияет Не только То Что Они делают На сцене Как они это делают Как они выглядят Давай обозначим Сначала Первый пункт Они должны Звучать Заебись Это не обсуждается Что группа Должна Звучать В первую очередь Заебись В первую очередь Она должна Играть Уметь Играть Знать как И знать Что Знать что Ну то есть Знать свое оборудование Знать свои инструменты Знать Весь Этот Весь Бэклайн Короче Весь технический аспект Должен быть Изучен От и до То есть Это Не обсуждается Это Аксиома Сразу Вот Далее Для того Чтобы группе Выглядеть Заебись Можно Придумать Можно и не придумывать Но можно Даже лучше будет Если типа Группа заморочится И придумает Какие-то Немножко себе Образы Не обязательно Это должны быть Там какие-то Костюмы Супер Там Да Согласен Вот Просто какая-то Банально подходящая Одежда Может быть Какой-то мерч Как минимум Даже несмотря на то Что если это Студийный проект Просто люди Должны выглядеть Будто они играют Метал Да Например Либо там Поп Хип-хоп Сайкадели Канал джаз Я не знаю Не ну то есть Когда ты играешь Например Какой-нибудь Я не знаю Там Симфоник Брутал дед Какой-нибудь Ты Не должен выглядеть Как педофил Типа Вот в этих Квадратных очках Короче не как джазмен И рубашки Да 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 Типа Ну это Другая совершенно Музыка Теяние Вот Не Если ты играешь джаз Ты можешь выглядеть Именно как Наоборот Как джазмен Типа Не обязательно Опять же Там всякие костюмы Там с галстуками Там тройки И прочее Вот Тройки Это наше А у них А у них Очень экстравагантные Такие наряды Обычно Вот Дело не в этом То есть Как группа Может Может Заморочиться Над Вот Визуальным стилем На сцене Вот Так Человек Который отвечает За ее визуальный стиль Во всех остальных Аспектах Может заморочиться Над их Носителях Прочих Ну На которых Они будут появляться Сколько Ну Слов Как ты мне рассказывал Недавно Про девочку Которая читала Лекцию Которая Буква А Вот Не Смотри Носитель Носитель информации Что Подразумевает Это Любой Ну На кого Любой Любой Какой-то Предмет Или Там Я не знаю В инстаграме Пост Вконтакте Пост Шапка Аватарка Все что угодно Это все носитель Любой объект Который ты на публику Короче Оставляешь Себя Который слушатель Воспринимает Лично Непосредственно С ним контактирует Это носитель Твоего стиля Вот Соответственно Носители Стиля Должны быть Оформлены Ну Если не одинаково То В одном стиле Хотя бы То есть Чтобы Прослеживалось Либо диаметрально Противоположно Что будет входить В концепцию Вспомнили Бискет Блядь Да Да Например Ну У них такая концепция Вот Они Без этого Они блядь На этом собаку съели Они с какого С 2000 Блядь Второго Восьмого Девяносто Туда же Ну Возможно Они раньше Еще играли Скорее Ну Я имею ввиду Известные Вот они Стали В самом Самом Начале Нулевых Напишите В комментарии Соответственно Все носители Фирменного стиля Группы Должны быть Либо в одном стиле Либо наоборот Как-то Контрастировать Друг с другом Это как минимум Ты имеешь ввиду Для концертов Фотосетов Да Блядь Ну посты Ладно Ок Это просто Стилизовать Надо И то Опять же Мы же Мы же Стилизуем Посты То есть У нас В любом Случае У нас есть Три стиля Постов Если какая-то Очень простая Шняга Типа Ребята Вот вам Новости Мы записываем Трек Туда Сюда У нас Просто Какая-то Черно-белая Фотка Просто Черно-белая Потому что Нам так нравится Потому что Это подходит Под наш стиль Если у нас Что-то Ну это мы Опять же Так решили Мы просто Так решили Вот Если у нас Что-то Типа Посерьезней Мы к этому Готовим Какую-то Картинку То есть Она уже В нашей Гамме Типа Черно-бело-красное Там туда-сюда Вот Да Возможно Гамма Кстати Поменяется Это Это не Окончательное Это Ну то есть От релиза К релизу Это возможно Будет Либо Эволюционировать Либо Кардинально Меняться Как Ребрендинг Там и так далее Существует Такая хуйня Вот И Существует Третий вид Постов Это когда Ты постишь Непосредственно Свой контент Когда у тебя Либо обложка Либо видос На первом плане Ну соответственно Видос Ты оформляешь Предпросмотр Да Да Естественно Давай вернемся Обратно С тобой К Именно Визуальному Стилю группы Вот Непосредственно Участников Потому что Мы немножечко В дебри зашли Чуть дальше зашли Чем нужно было Вот Я просто думал Ты немножко Хочешь про Типа вот Диджитал Я хочу вернуться В тот самый бар И найти тебя родная В тот самый год Никто не вернется Никогда Вот Смысл в чем Я Чего хочу Подчеркнуть Вот Несмотря на то Что мы Все уроды Блядь Мы объективно Все уроды Как блядь Просто как мужчины Ну мы Мы не Джонни Питт Мы не Не Ченнинг Татум Ченнинг Татум Бревно Лулу и Брикс Смотрел Ой блядь Лучше бы не смотрел Ну ладно Ченнинг Татум Девочкам нравится Не всем Но некоторым Это как я То есть мы с Ченнингом Татум Примерно где Слушай Это прям хороший вывод Если У тебя Нету Никаких мыслей По поводу того Как ты должен выглядеть Спроси Сука Узнающего человека Это в любой области Так работает Блядь Банально просто Найди Любую Девушку Которая разбирается В моде Скажи Мадам Пожалуйста Люблю вас безмерно Люблю вас безмерно Да Люблю Мадам Мадам Это мы после Седьмой рюмки Как после первой В принципе Подскажи Как нам выглядеть Мы вот хотим Чтобы у нас Вот был Вот такой вот стиль Вот мы играем Такую музыку Она тебе подберет Ну если она не дура Конечно Ну 5 нарядов Ну либо не дурак Там смотря кому ты Обратишься Мальчик Девочка Какая в жопу разница 5 нарядов Короче Которые вы просто Можете между членами Группы Вот так раскидать Собственно Как И все И будет группа Не обязательно Их все В одинаковые костюмы Надевать Естественно Не обязательно Их все Там Типа В один цвет Надевать Это первое Это что касается Именно визуального стиля Участников Непосредственно Когда на сцене Когда на Фотосессии То есть Как они выглядят Как люди Как Ну В чем они одеты Ебальники Которые торгуются Которые торгуются Да 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 Все которые светят Перед камерой Вот теперь Дальше Мы вернемся Собственно И Даже не вернемся А продолжаем Как бы Вот Соответственно Чтобы вот это Вот все Подкреплять Чтобы это все Выглядело Смотребельно Максимально сбито Максимально Собрано Как Как единица Творческая Это должно Еще подкрепляться Всем визуальным стилем Который должен Тоже с этим Как-то коррелировать Отличное понятие В дизайне Стиль Так или иначе Так или иначе То есть Это должно Как-то Соответствовать Всему Как бы так И не так иначе Всему брендингу Группы То есть Начиная от Костюмов Продолжая Тему Очень любит В металл музыке Очень любит Лого Очень многим Типа Многие Очень на этом Заморачиваются Тратят на это Какие-то Групповые бюджеты Для того Чтобы заказать Хорошее лого Потому что Лого в металл музыке Котируется И очень часто Блядь Вот сколько я Групп встречал Вот не в обиду Вам всем этим группам Сами на себя Эту хуйню примеряйте Я про вас Про конкретно Никого не говорю Но Ты видишь Классное лого Классную обложку Включаешь трек Сука Ёбаный рот Ну зачем Бывает и так Да Бывает и так То есть Когда бюджеты Когда бюджеты Слиты просто На фирменный стиль Так дело в том Что там Вот А чисто За музыку Никто не Не подумал Подумать Дело в том Вот именно Что за музыку Типа звук Даже тоже Ну типа Ну слушается Это слышится Ну как Хороший звук Как будто Это неплохая студия Ну сука Сонграйтинг Блядь Я себя не считаю Гиперсонграйтером Блядь Ну блядь Ну опять же Опять же Ну то есть Если тебя это как-то Коробит Как именно Как сонграйтером Как слушатели Меня это коробит Мне никак сонграйтера Коробит Я блядь Не слушаю музыку Как сонграйтера Если бы я слушал музыку Как сонграйтер Я бы уже давно Болтался в день Блядь На какой-нибудь лампочке Со вскрытым венами Простреленным очком И мне бы сажали собаки И выебал бы суслик Но понимаешь Блядь Сука Самое-то главное Мы с чего начали Обязательно Хорошая музыка Для слушателей Ты знаешь Ты знаешь Кстати Вот Что касается Блэк металла Это Такая штука Блядь Я даже не знаю С чем сравнить Как джинсы Вот типа Не-не Смотри Не, хорошо Объясню Объясню Джинсы Как штаны Настолько Охуенно Задизайнены Что Их Не надо Переосмыслять Не надо Там Что-то новое Придумывать Их надо просто Вот делать Вот как они есть И будет Заебись И типа С блок Металом Заузил Получился Позблак Да Разрезал На коленках Мелодию Там Я не знаю На жопе Все Нахуй Порно Грайн Не Серьезно Вот типа Блэк метал Что касается Визуального Стиля Настолько Все Хорошо Очень Придумано И Проверено Уже Несколькими Десятилетиями Что работает Прекрасно И что это Не надо Менять Это надо Просто на этом Строить Что-то Ну типа Поверх То есть ты берешь Как это Ну типа За слову Как фундамент И по кирпичикам Да Что-то добавляешь Своё Давай вернемся Опять же Давай К соцсети И поведение Вообще Артистов Сети Потому что Это блять важно Что касается Да Собственно Соцсетей На мой взгляд Я Сейчас Опять же Вы там Меня можете Там Закидать Не закидать Там И так далее На мой взгляд Для артиста В соцсети Очень важен User peak Очень важна Шапка По русски Говори сука Ну типа Аватарка Шапка То есть Всё что Пользователь Конечный Когда Заходит на твою страницу В фейсбуке Запрещенная в России Организация Вконтакте В инстаграме Разрешенная Запрещенная Запрещенная Я буду пояснять Ты давай Звездочки Потом подставим Твитер Вот Любую На любую платформу Заходишь Бэндкэмп Пожалуйста Заходишь Там можно вообще Настроить Я скучаю По бэндкэмпу Я Там можно вообще Настроить Всё что угодно Типа Ты можешь настроить И шапку И фон И цвета Несмотря на то Что там кстати Хуёвый инструмент Если у тебя прямые ручки Можно сделать такой Блядь Классный дизайн Да Ну то есть Ты просто Не переусердствуй с этим То есть там Настроек очень много Очень легко запутаться И очень легко Сделать говно Если ты с этим Не переусердствуешь Если ты сильно Не будешь менять Тот стиль Который тебе дали Изначально Если ты его просто Типа Подгонишь Под свой Вот То будет у тебя Всё забить И выглядеть Это будет прекрасно На платформе И для слушателя И для Себя собственно И для всех В первую очередь Как бренд Ты будешь смотреться Да Не как очко ебучее Вот И соответственно Что касается Дизайна Когда ты Залетаешь Например на бендкэмп Тебе нужно подготовить Фон Тебе нужно подготовить Шапку Тебе нужно подготовить Цвета Про Ну про остальное Не говорю Потому что там Остального обычно нету Ну остальное Это наполнение Аватарка Да И всё И наполнение То есть Как у тебя Треки Облоги Как у тебя выглядят Обложки Как у тебя выглядят Например Фотосессия Твоего Сиди Который ты например Выпустил Ну разворот Да Там разворот Там туда сюда Вот Всё вот это Что касается Опять же например Постов Или там Видео Или там Всего остального Я Опять же как Ну я не знаю Как Как шрифтовой дизайнер Я могу так сказать Ты можешь сказать Как дизайнер Потому что я дизайнером Сколько лет проработал Шрифтовым ты Шрифтами ты занимаешься Достаточно Три Три года Да Вот Это Я хотел сказать Сантиметров член Ну ладно Ну да В целом Ладно Вот А типа дизайнером Я где-то работаю Ну сколько Наверное лет 13 Наверное Где-то около того Вот Да Я недавно подсчитывал Плюс-минус Что-то около 13 лет То есть мы где-то Когда с тобой Только начали репетировать У тебя уже Первые там Первые заказы Не заказы Да Там что-то Что-то наклёвывалось Такое Вот Уже можно считать Что типа Вот Какая-то Деятельность началась Вот Я считаю Что еще Очень важно Соблюдать Какую-то Ну какую-никакую Цветовую гамму Хотя бы Вот Общий стиль фотографий Ну Типа да Фот Контента Да Вот И шрифты Если просто ты выбрал Одну Опять же Никто не заставляет Блять Вас покупать шрифты Бесплатные Куча бесплатных Ребята Google Fonts Заходите Скачивайте Все Замечательно Все работает Вот А у нас на сезон 1 Кстати бесплатные были Или платные Ты не помнишь Бесплатные Потому что Мы Бомжи Нет Просто потому что я нашел Очень хороший Шрифт который был похож на платный Очень Очень хорошие шрифты Да Которые нам подошли По концепции И которые Вот типа Я сейчас просто вспоминаю Комиксы И обложки Собственно На обложках у нас один шрифт Вот этот вот Вытянутый такой Бесплатный И Но там правда Только латиница поддерживается Там нет русских Ну типа Кирильцы нету Ладно стилизовали уже Херс Нет там кирильцы нет вообще Я имею ввиду Заменили Когда с кирильцей комиксы были А А когда с кирильцей были комиксы Там подписи Вот там другим шрифтом Это который в пару идет Я тебе говорю Стилизовали Поэтому Я тебе не говорю Вот Соответственно Я просто нашел Два шрифта Которые работают вместе Друг с другом Хорошо в паре И хорошо Работают отдельно Прекрасно Бесплатные для скачивания Бесплатные для использования Пожалуйста Вот Я не помню какой там был четвертый пункт Но я предлагаю подытожить эту тему И перейти к следующей Но Смотри Если подытожить Че бы я бы от себя Мой опыт Это конечно такой себе опыт Если бы у меня был там Миллион прослушиваний Ну понятно У меня был бы опыт К сожалению Это Ситуация немножечко Добрый вечер Здрасте Подубила наши все прослушивания Покупки и прочее И сейчас это Вернулось Как будто бы На 10 лет назад Такое К сожалению Это я имею ввиду По финансовой ситуации Ну понятно В коллективе Но это ладно Дело не в этом Это мы как-то выгребим В любом случае Просто Если даже это воспринимать Как хобби Даже если это воспринимать Как профессиональное увлечение Смысл какой Дабы эти все аспекты Соблюдались Надо Либо в коллективе У вас кого-то вычленить Кто это умеет Либо Нанять всех ненужных людей Потому что Блять Все ты Никогда не успеешь Мы уже с тобой И несколько раз И за СММ базарили И за всю херню И даже Блять Слушай Слушай СММ Кстати у нас по-моему В каждом По-моему втором подкасте Поднимается тема Да О том что Нужен менеджер Нужен СММ менеджер Который будет этим заниматься Который будет это все Рулить Иначе все По пизде Просто никто Твою музыку Просто так слушать не будет Если Вот Возвращаясь Если Кто-то из вас долбоеб Если вы все долбоебы Но вы Сочиняйте классную музыку Если вы делаете Там Возможно у вас Классные идеи в голове Наймите Очень интересно Да Если вы все долбоебы Но сочиняйте Классную музыку Изи Ну почему нет Ладно окей Наймите людей Обязательно Обязательно Наймите людей Потому что Не нужно жалеть бабки На Херсим Допустим Ладно Можно чуть сэкономить На рекламе Но тогда не надо Рассчитывать на Чарты Вике Эппл Спотифай И так далее Можно чуть-чуть Сэкономить На Например На звуке То есть Не нанимать Там Не знаю Там Макса Мартина Там Продюсера Да И естественно Изучить продюсер Да Но нельзя Никогда Экономить На Сонграйтинге На визуальной Составляющей И на Общем Всем Дизайне Потому что Иначе На выходе Конечный Продукт Будет Гипер Ебаный Гипер Просто Он Будет Просто Колхозный Да То есть Кто-то Какой-то Там Типа Там Парень Сестры Брата Умеет Фотошопе Нахуячил Обложку Нормально Так пойдет Загрузили Или там Просто еще Вот мне нравится Особенно За последнее Время Очень модно Просто Какие-то Блять Фотки С телефона Размазанные Вот такие Просто ставят на обложку Типа Не ну Возможно там стилек Это другое Если это часть стиля То это одно Если это просто От того Что Не умеешь По-другому То это Хуйня Ок Вот И самое главное Я опять же Сквозь Если Блять Сука Не умеете Наймите Потратьтесь Пожалуйста Господи Вы ребята Это не Он Не проставится Потом Потратьтесь На дизайнер На звукоинженер Блять Звукачу Не забудьте Платить Он Сука Он работает Он Блять Единственный Человек Который Работает Из вас Блять На самом деле Если Блин Если вам Жаб Вас жаба Душит На хорошего Звукача Который вам Типа Ты же знаешь Эти услуги Сведения Пачкой То есть Тебе И квантайзи Ты чистят Ты ровня Ты аранжировку Пишут Если за тысячу рублей Да Не Если бы за тысячу Не Там уже Как весь наш Эльбом Сизон Уны Слушайте Нас Мы перезалили Это мы В следующем блоке Кстати да Мне выпадали Новые релизы У нас оказывается Who do think you are Это новый релиз Я уже написал Блять Мне дали менеджера Пофиксили даты уже Да Я не знаю Пофиксили нет Я не чекал сегодня Но должны были Вот Буквально Вот В этих днях Пофиксить Наймите Не жлобитесь Обязательно Звукорежиссер Жори Напишите Не жори Напишите Послушайте примеры Кто нравится Дизайнеров Найдите Обложки Не обложки Если вас ломает Найти Помимо дизайнера Еще и художника Которого вам Не надо Нахуй Побазарьтесь Дизайнером За концепцию Возможно Что-то сфоткать Нужно будет Возможно Какой-то Какая-то фотография Да Фотография Из фотосета Подойдет Никогда Не пренебрегайте Визуальным стилем Иначе Вы будете выглядеть Как ебанное чмо Как мы в начале Это потому что Не просто так Берется Все Блядь Это ты сначала Выглядишь как говно Ты звучишь как говно И ты такой Ебаный в рот Ну слушай На самом деле Просто история Таких много знает Опять же Посмотри на Каких-нибудь Inflames Типа ну Они объективно В начале Как говно были Выглядели В плане Ну и слушались И слушались В целом тоже Но Любитель старых Inflames Сейчас подгребут На это По песку По своему Пожалуйста Пишите свое мнение В комментариях Вот Ну объективно Обложки у них Были говяные Даже типа Даже по тем временам Они типа Вот делали Прям вот Максимально Что могли Типа вот Ну слушай Наверное Первое Это Джестер Эйс Который нормально Дальше Который Оракл Каллони Вот эти уже Монументальные Творения С картинами Уже Уже более-менее Сейчас у нас Такой будет стоить Пиздец Ребят Вот не замахивайтесь Не заморачивайтесь Да Типа Если бабок нет Лучше на другое Лучше всего Вот опять же Блять бабок нет Че делать Че делать Ты должен Интеграция Напиши мне Я сделаю По дешевке На самом деле Просто берем Какую-нибудь Идею Которая Как сказать Выдерживает Трек Ну хотя бы Трек Давай начнем Ну типа Например Про сингл Берем Какую-нибудь Идею Которая Вписывается В концепцию Трека Фоткаем Обрабатываем Накидываем Пару фильтров Пишем название Там туда-сюда Выкладываем Только чтобы Это хорошо было Это обязательно Надо кому-нибудь Это Кому-нибудь Закинуть За цен Знающему Иначе будет беда Беда Если самому Это сделать На телефоне Или в конвей Или там где-нибудь Где там сейчас Дизайнеры работают Это пиздец Это Ну там можно Конечно Можно При мозгах Да Но если Это тогда Будет все бесполезно Весь этот блок Будет бесполезен Для этих людей Понимаешь Если у тебя есть мозги Нахмейт Горим С другой стороны Если ты Просто хочешь Не заморачиваться Заморачиваться Исключительно музыкой То пожалуйста Просто обратись К чуваку Который За небольшую Там пусть там Копеечку Там Я не знаю Есть Есть Хорошие Ну типа Ну за три Ну за пять тысяч Он тебе сделает Ну за три Ну за пять По нашим временам Это уже К сожалению Мало Мало даже Для хорошего Вот именно Что типа Как бы ебаным Это не звучало Это минимальный Прям порог Который Который Можно вот Заложить Типа Ну пять Ну ты Тот кого я найму Будешь работать За косарь Вот Типа Вот прям За три За пять Это вот прям Минимальный порог Который Можно заложить На то чтобы Тебе оформили Немножко Прям оформили Релиз твой Вот Дальше от этого релиза Можно уже плясать Можно сделать и шапку Из этой обложки Можно Наложить лого И затемнить чуть-чуть Особо не заморачиваясь Че угодно Дальше Можно из этой же обложки Намутить аватарку Или там Ну то есть Без какого-то там Определенного лого Там и прочее Вот Опять же Если хотите заказать лого Заказывайте лого У тех кто рисует Лого Лого блять Не заказывайте просто У кого-то левого Заказывайте у тех Кто рисует Метал лого Например Но Если есть кто-то левый Который умеет В целом рисовать Он тебе и лого блять Нарисует В целом да Вот Но тут Как попадешь А еще можно у шрифтовиков Которые Шрифтовики дизайнеры Они возьмут шрифт Который будет еще в фирменном стиле И тебе чуть задизайн Это будет вообще Забись Как вот Suicide Silence Или как Ну там Любой Любую группу С готическим Этим Блэклеттером Ах Или арт-деко Ну да Да Я люблю Блять Давай делать стиль арт-деко До следующих релизах Вообще Все Будем в арт-деко Короче мы прям Возвращаемся Еще во времени Типа вот у нас были Сырковые Теперь двадцатые будут Двадцатые Бля я за Я кстати Не Слушай Не А типа Есть же Спойлер ебем Нас будут восьмидесятые Девяностые Типа Арт-деко Ну во Вот типа Есть же такая хуйня Ну Которые вот типа Уже Восьмидесятых Девяностых Как раз Съюзались Во всех Дизигнах Ну а почему нет Или может быть нет Напишите в комментариях Никто не будет писать В комментариях Я предлагаю Сходить Пописать И сделать Небольшой перерывчик На покурить И перейти К следующей теме Потому что мы уже Дюжи задушнили Перебивка Мы сегодня поговорим Еще с тобой Про мутики 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 Все мы любим мутики Мы в прошлый раз Разговаривали про Про кинчики Сериальчики Про кинчики Сериальчики Сегодня про мутики Сегодня про мутики Потому что это больше Дизайнерская дрочь Че там в детстве Про мутики Что смотрел Что любил Почему любил Зачем любил Я не знаю почему Ну точнее Я знаю почему У меня Первое что пришло в голову Это Кимпосибл Ого Да Я знаю почему Ты Собственно Все знают почему Как бы Да Рома Не забудь Ставить Пожалуйста Обложку Этого мутика А лучше еще кадр Какой нибудь оттуда Какой нибудь там Сочный такой кадр Да Выбери там Вот Я смотрел В основном Нет давай начнем С детства Вот совсем С писюна С самого детства Ну слушай В бате че смотрел Очень много советского Ммм Мой любимый кстати В детстве Это трое из Простоквашина Вся трилогия Да А меня Еще тогда Когда я был маленький А я напомню У меня в 5 лет На канале культура Показывали порноканал Меня очень На культуре Не на РЕН-ТВ даже На культуре На культуре Было 3 блока Я же неоднократно Рассказывал Было 3 блока Сначала Где-то С 3-4 ночи До 6 Или Пол 7 утра Показывали порноканал Дальше Был блок Эротика Эротика Хуй там порноканал Бля С фистингом Пролапсами И все их Вот что Любят Первый раз слышу Вообще Не было у меня детства Видимо Да Вот я 5-6 лет Это увидел Такой Забавно Классно Вообще не понимал Че Ну такой Ну ок Дальше был блок Евроньюз Евроньюз Да Был дело Вот А потом культура Это собственно У тебя тот же Провейдер был Чувак У нас он в городе Был примерно Один Примерно один Вот Это было недолго Но это было Вот И у меня тогда Очень Трансформация Сисик Мамы дяди Федора Мамы дяди Федора Блядь Господи Как плохо Назвать своего сына Дядей Федором Блядь Обожал этот Сука Мультик И не любил Ебучие книжки Патроиз Просто такое Потому что там Лютая херня Там трактор Там блядь Трактор Борщи У меня была Одна какая-то Книжка Я ее тоже Дико не любил Летейшая херня Ну мультики Прям заебись Это когда фильм Пизжи книги Да Это прям заебись Вот по союз мультфильму Вот что в детстве Ты прям Любил Слушай У меня на самом деле Короче была Кассета Ну погоди Вот У меня кстати тоже была Да Ну по моему Она у многих На самом деле была У меня еще была Та кассета Которая Чисто содержала 18 оригинальных серий И 19-го не было У меня было 19-го Да-да Вот Сейчас мы объебемся По количеству серий Нас засрут Я ее короче смотрел Я не знаю сколько раз Я ее смотрел Но очень много Я Очень четко помню Что первая серия Где он помнишь Там на лодке Короче там туда-сюда Первая серия Это где ему обрезает Заяц Поповину Блядь Когда он ползет Наверное Это в начале А потом он там На лодке Там туда-сюда Я помню Он трезубцем стрелял Да-да-да Это все первая серия И потом он на ежиков падает Вот На пляжу Да-да-да Вот как раз В моменте Смотри-смотри В моменте Когда он падает На ежиков У меня там Были помехи На кассете И я это Очень четко запомнил Потому что Это единственный момент Который у меня Выпал из памяти Вот детской Я весь Типа Весь хронометраж Ну погоди Который у меня был Вот эти вот Оригинальные серии Я весь его запомнил Кроме вот этого момента Потому что Сука были помехи И я каждый раз Когда Типа Сейчас в осознанном возрасте Смотрю Я такой думаю Блин Это что-то новое Ну как будто Типа Не ощущается Как будто Как до Это делаксы Здания Туда Поднавалили Как ты разделял Кстати серии Ну погоди По локациям Как я в детстве Там вот эта вот Локация на Олимпиаде Да-да Музей Музей Останкино Да-да-да Или этот Как его Музей Политехнический Где он там С роботом Самая криповая серия Да-да-да Они еще Криповые на корабле На корабле На корабле Да Очень криповые Там вот Моменты есть Не хотя сейчас Ты такой смотришь Ну да в целом Но Тогда оказалось Страшновато Да-да Страшновато Да оказалось А еще мне Не очень нравилась Серия с Бабой Егой Когда сказки 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 Блядь мне там Музло нравилось Музло Прикольное Да Но в целом А еще А еще ручка Вот эта вот Которая Перетекающая Вот Но в целом Атмосфера Немножко меня пугала Вот Пугала Ну я вот так Вот скажу Да Мне просто Она казалась Скучной Мне нравились Настройки Точно помню Настройки Блядь Это мои любимые Настройки Особенно Казачок Да-да-да-да Вот блядь Когда свай забивается Блядь Да Вообще Это топ На Олимпиаде Мне нравилась Очень серия Когда Там Зайса И вот это вот Когда он шахматы Там Да-да-да Хуярил Что мне Какая еще Мне прям серия Прям нравилась Когда он Политех Как раз Когда он К нему С Сидором Пришел Ты ебучий Педофил А еще Поговариваешь Заяц Девочка Хотя нет Это мальчик Как выяснилось Ну да-да И он К нему Пришел Не потому Чтобы Споить И выебать Хотя Харви Бы одобрил А типа Вроде Как Друзья Ну да Типа Давай Мириться Он купил Сидор Блядь Сидор Выпьем Сидора Сидор Он Я Я кстати Даже до сих пор Помню То что он Там Говорит Сидор Типа Там прям Отчетливо О Отчетливо О Новый год Блядь Естественно Новый год Новогодняя серия Когда А Ну типа Расскажи Снегурич Мне очень нравилось Нравился момент Где Он Подползает К нему Короче На этих На Канатной дороге Он начинает Вещи катать Блядь Том и Джерри Ебучий Что сделаешь Кстати Насчет Том и Джерри Нихуя Мы с Санис Мультфильм Его показывали По По По-моему Сначала По ТНТ Потом Показывали По СТС По-моему Я все время Помнил Во-первых У меня Для начала Были Кассеты С Томом и Джерри Да Да Не вот эти Вот новомодные Полнометражки А вот эти Старые Старые Фред Гуимби Хана Барбара Да Вот Все вот эти Оригинальные Скажем так Тру Которые нам Больше запомнились Вот эти С большими Толстыми Чёрными Большими Толстыми Вот эта Чёрная Женщина В переднике Вот Которая Постоянно Томас Да 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 Озвучка Просто Там Одна реплика Просто Актёры Озвучание Работали Точно За бутерброд Я 10% Даю Слушай Мне там На самом деле Очень нравилось Музыкальное сопровождение Я не знаю Там Оркестровая Вот эта вот Хуйня Которая там Происходит Я не так давно Видел на ютубе Как Какой-то Оркестр Какого-то Университета По-моему Переигрывает Прям под Футаж А Понял Понял Оригинальные Типа Саундтреки Оттуда Король лев У меня был Не ну ты попёр Давай Вот Не типа По мультикам Если вот Чё у меня По союзмультсильму Больше у тебя ничего не было Да По союзмультсильму Не ну понятно Что тайну третьей планеты Ты полюбил Скорее всего Когда ты был повзрослее Потому что Чуть-чуть да Ну извини меня Это где-то начальная школа Ну это Ну я прям Вообще повзрослее Прям вот Не его показывали довольно часто Поэтому я ещё Его помню Я его тогда не очень любил Честно Но когда я прям вырос Я такой Ох ты ж нихуя себе Звёздные войны Мне очень жалко было Индикатор Потому что Типа Вот эта вот улитка Которая его продавала Она говорила Типа Если его ударить Он станет фиолетовым В крапинку Нахуя ты его Хочешь ударить Вообще зачем Мне всегда Жалко было Батю Капитана Как раз корабля Да просто Которая Алисин Батя Ну ты вписался Конечно Блядь Пиво с мужиками Попить А ты такой А я уже просто Полюбил его Реально Я говорю Уже в таком Достаточно взрослом Возрасте Лет 16 Когда сентябрь Загорелся Мне жалко было Как Блядь Я забыл его Похремуху Профессор Какой-то Я сейчас Напишите в комментариях Да никто не будет ничего писать Напишите в комментариях Если вам не похуй Один смотрящий Кто блядь смотрит По порядку Загугли Пожалуйста Всю вот эту хуйню Вернись Пересмотри подкаст И напиши Под всем Под всеми нашими просьбами Все в комментариях Прямо вот так Один Два Три Четыре Пять Короче Да Кто так напишет Я тому Подарю Браслетик Кожаный О Нормальная тема Вот Опять же По около союза мультфильма Мам И Там одесским киностудиям И всему этому Беда Победа Блядь Приключения капитана Врунгеля Очень прям пиздец любил Вообще Прям в детстве Я еще книжку читал В детстве Вот это первая книжка Наверное Которую я прочитал И Вот эти Как их Про сокровища Пираты Да Остров сокровищ Не любил Вообще Не знаю Слушай Мне Единственное что Единственное что Мне Мне там не нравилось Только вот Лайфэкшн Вставки Когда они Пили Это мы после Десятой рюмки Еще трезвее Да Вообще О блядь Пили 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 Они там Пили Они там Пили Да Но они Пили Еще про то Что Бухло Это очень плохо И курить Вредно И там Туда Сюда Вот Где это вырежено Вот эти Вот эти Вставки Мне не нравились Весь остальной Мультик Мне нравился И причем Мне нравились Отсылки К Семнадцатим Мгновениям Весны Которые я не смотрел Я смотрел там Пару буквально Эпизодов И уже тогда понял Что мне это Как-то Советский нуар Тебе не закатывает Не близко Совершенно Да И Но мне при этом Нравилось то Что они типа Делают на это отсылки И там Вот это вот Доктор Там Не женат И вот Ёбаный в рот Ну это прям Прикольно Вспомнил еще Я немного Будет меня метать Помнишь Серия мультиков Я не помню От какой-то студии Про перепелиху Про блять Да Апельсин Апельсин Этот ебучий Сука Кость Не вспомнишь Блять Не помню Как называется Но я понял Блять Это великолепное говно И этот еще Как его Как они апельсин Охуенно этот раздел Или с которым Много маленьких Блять Это Вам Да-да Вам нашей дочке И даром Не дать И с деньгами Не дать А и это же Золотое кольцо Это ебучее Махан Это тоже самое Ну это серия Одна Да-да-да Те же Те же Иллюстраторы Те же актеры Все По-моему Это прям Одна серия Вот это охеренно Тоже один из Моих культовых Прям просто Мультосов Современной переделки Мне не нравится Попугай Кеша Еша Кеша Это же просто Это самый модник Вы мыльно таите Я вот до сих пор В кедах хожу Я не знаю Как он это Как он Боевиков Смотрелся Взрывчатку Сделал С Кока-Колы Я недавно Короче Я недавно Услышал Там еще трактор Утал Мне попался Трек На Яндекс.Музыке Который Один в один Звучит Как Саундтрек Вот этого момента Когда он Взрывчатку Да-да Я такой Че блять Типа А там какой-то трек Ну что-то из Начала 90-х Короче Какой-то Очень-очень Похожий Я не знаю Я сейчас не вспомню И скорее всего Даже не найду В истории Но Просто он мне попался И я такой Блять Это же Попугай Кеша Блять Я очень люблю Во-первых Мне нравился Кот Мне очень вкусно Было смотреть Он калал Сосиску В консервной банке Живет Сука Как он вкусно Эту сосиску Живет Ебать урод Рыбы О Блять И самый Сука Печальный Шакеша Ебаный Абьюзер Блять Просто мразь Эх вы Жизни не нюхали Свекла Заколосилась Мне очень Всегда нравилась Серия Это по-моему Третья По-моему Когда он В деревне Вот когда Трактор потонул Отдельная Отсылочка Я даже Вставлять не буду Там же хуй кто поймет Не-не Хуй кто поймет Конечно Блять Ну вот Когда он это А в лирическом зале В лирическом зале Мышь белая Блять Это пизда Это все Меня разъебывало Еще с детства Блять Сука Я не знаю Блять Вот из любимых Хазанов 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 Топ Хазанов Топ У нас Матроскина Этот Мордатенький Табаков Табаков Блять Я еще один фильм Вспомнил Который Снимал Этот Скажи Скажу Который Блять Прототип Никобелич Блять Он режиссером Машков Да Он снимал Сирота Казанск А он снимал Режиссер Режиссер Ну Сейчас не знаю Че он там снимает В Лужниках Видел что-то Он снимал Ну Не мой формат Вот Сирота Казанская Был Мультос Блять Кинцо Когда помнишь Учительница Там Фоменко Еще был Ой слушай И три бати Которые Я его пытался Посмотреть Наверное раз Наверное пять Я его Бля пересмотрел Сколько раз Я не знаю Я его ни разу Не посмотрел Полностью Я не знаю Это надвод Водку брать Это мы с тобой посмотрим Это да Это надо прям Вот это вот Он прекрасный Прям надо прибухнуть Очень прям прибухнуть А я его с детства Прикинул И вот И вот знаешь Такой со скрепами Короче прибухнуть Типа блять Сало Нарезать Картохи Но между прочим Фильмак Нихуя не Со скрепами Он ебейший Охеренный В этом плане Но блять Он Вот я его просто Я помню реально С детства Как у меня появился Эта кассета Не просто Прям замечательно Очень классно Еще Фоменко А Фоменко Я блять Рестлинг Та на соретку Ебаный ты рот И собственно говоря К мультикам Сейчас извиню Извиню Сам себя Извиню Да Сам себя По поводу Скрепного Бухла Хочу сказать Извините Пожалуйста Извините Пожалуйста Это мы После 12 Рюмки Хай Пипл Халигай Все Я бухой Хочу сказать Что водку Я принципиально Не пью Изгару Кроме Кроме того Случа Когда это Подкрепляется Нужной закуской Вот как мы с тобой Недавно Разговаривали О том что Я думал Недавно пили Я думал Когда я с тобой водку О том что Водку Можно пить Только в одном случае Когда это Картошечка С укропчиком И с маслицем Ты просто Хотя бы Картошечка Хуй с ним С сало Либо с горчичкой Либо селедочкой Либо Можно и селедочку И сало Да конечно Можно ебать А еще можно Машку с галяшкой И козу на вазу И ты вообще Слонера Охуевший С горчичкой Сука И холодненькая Наливается Падла Я кушицу хотела Короче Ребята Дерзайте Рецепты Все громадки Будут в описании Все Уходим Во футблогинг Я Начинаю Вспоминать Те мультики Которые я смотрел Тогда Давай только не про грустные Не про варежки Вот это Все когда вскрыться хочется Я их очень люблю Я под них плачу Вот Ты на самом деле Кстати Вспомнил Варежку Тоже Да И тоже Мне очень нравится И сюжет И подача Прекрасно Все сделано Очень грустный мультик Нет Я про Именно Знаешь Вот это вот Советский психодел Блять Грузинский Армянский Или какой-то Ты же понимаешь Что это Целый пласт был Который Показывали На центральных каналах Ну Это уже потом До этого Это было Все для выставок Блять Ну понятно Да Типа Ты не смотрел Мультик Сыргейская хуйня Сейчас произошла Ты не смотрел Мультик Потец Может да Может я не вспомню Если вдруг Кто-то не знает Есть такой мультик Советский Старый Который Называется Потец Можете загуглить Потец Вот Там рассуждение О смерти Блять Веден и рези Нет Если что Типа Ну там Типа Расскажите Расскажи-ка мне Отец Что такое Есть потец Самый главный Лейтмотив Всего мультика А потец То есть это взрослая Анимация была Типа того Да И это показывали По телеку Который Что такое 92-й год А ты загуглил Говорят 92-й год Ну СНГшненько Я в 92-м году 31 декабря Родился Собственно А я еще Союзная Что там еще Его показывали По телеку Несколько раз Вот Я его Только совсем Недавно Вспомнил С подачи Друга моего Вот Он у меня Просто был Где-то Блять Вот Где-то Вот там Сзади Вот на Подкорке Вот Потец Это Пот Который Выступает На Трупном Теле И блять Блять Мне сейчас Прям металл Апокалипс Просто И ты понимаешь И про это Сделан мультик Он Блять Экзистенциальный Вау Блять Я нахуй На основе Напишу Вот Блэк Дэд Альбом Блять Короче Вот Такая Вот такого Плана Анимация Одно Время Очень Крутилось На Всех Центральных Каналах Блять На федеральных Всех Каналах Блять На Блять На России На На СТС Показывали На Блять По первому Показывали По всем На ТВ По всем НТВ Да Показывали Вот И Когда У меня Была Такая Тема Я Я не знаю У тебя Было Или нет Короче Я собирался С утра В школу Сейчас Мы Блять Перейдем На коронку А я не знаю В прошлом В прошлом выпуске Не было И типа И с утра Пока я Короче Пока я завтракал Там На кухне Работал телек Он не сразу Был Ну то есть У нас Очень давно Уже на кухне Телек Но До какого-то Времени Он был Очень 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 Маленький Но всегда Самый хуёвый Телек И чёрно-белый Ну понятно Туда Всегда на кухню Относили Самый хуёвый Телек У меня Так же Я помню Когда Локомотив Реал Трахал Я блять Смотрел На этом Маленьком Телек И короче Я на этом Телек Посмотрел Несколько Вот таких Вот Анимаций Которые Просто Психоделические Какие-то Просто Вообще Непонятные И я Шёл в школу Просто В охуе В охуе Я типа Я иду Блять Мимо мусорки Блять Я иду И такой Блять Это чё Я сейчас Посмотрел Я панк Типа Да Я ходил В школу Мимо мусорки Это вот Моя главная Была Не ты один Так делал Отметь Отметина На моём пути О том Сколько я прошёл Я такой Так Мусорку прошёл Осталось Блять Шесть минут Идти Давай А более позитивно А то ты сейчас Это ещё Не хватало Мне тебя Плакающего Не Я думаю Советский Мы закончим Если мы чё-то Когда-то ещё Вспомним Ок В следующих подкастах Но Давай Вернёмся Как же мы не вспомнили Напишите Пожалуйста В комментариях За это Браслета не будет Обоссала Ты какой-то Блять Вообще Ладно Браслет будет Только за одно Вот за то Что он Ты Он Сказал Он Вы все Вот о чём Вы говорите О том и будет Да Вернёмся К ханам Мать их барберам И прочим Этим Всяким Хуёином Ой Там Можно вспомнить Флинстоны Челевили Стоп Челевили Челевили Это рубрика Из Дятловуди Я хотел Типа Этот Тварь Это мой Любимый До сих пор Бля Это тролль Вообще Он чисто Мразь Чисто Скотина Просто Вот Обожаю его Во всех его Проявлениях Но Старый Где у него Ляхи Вот такие Более-менее Современные Где он У него не ляхи У него по-моему Ступни Такие были Огромные Ну по-моему Ноги желтые Бля И ноги Большие Потом они были Поменьше Он стал Посексуальный Потом было шоу Дятловуди Она тоже Не бесила Меня не бесила Она довольно Встратая Но я смотрел Все Ну мне норма Мне больше нравилось Чем Новый Скубиду И новый Этот Ебучий Том и Джерри Том и Джерри Вообще Бека Из Ранних Американ Санкционных Мультиков Скубиду Вообще Скубиду Да Самые ебанейшие Сюжеты Которые можно Придумать Это просто Оооо Пдум Блядь А там хуй Вместо Главы Все Ну это Преступник Хуй в целом Вот Из такого Излучка Не просто Так Мы Короче Фред такой Говорит Мы с Дафной Типа пойдем туда Да И он ходил Сюда с Дафной Почему-то А типа Блядь Шеги с Велмо Идите туда Блядь Кстати в фильме Скубиду Велмо Играла Очень классная Актриса Забыл Как ее звать Рома Вставь Если найдешь Если не забудешь Кабуш монтировать Пожалуйста Вообще Еще нюцию Найди Вот Я не помню Что я еще Вспарел Из такого Я помню Я смотрел Какой-то сратый Мультик Про футбольную команду Который Назывался Хурикейнс Блядь Подожди Еще про хоккей Вот эти вот Ребята Которые Вымил И метеор Ну это советские Они же там Водные полы И футболы И иди нахуй И в че ту книжа Блядь тебе нравилось? Да Блядь Я вообще прям Я прям болел За метеор Ну слушай Я в самом начале Вспомнил Кимпосибл Это уже Это прям вот Ну конечно Это Джеки Чан Кимпосибл Блядь Джеки Чан Тотали Спайс Да Правильно я назвал? Да Из аниме Это ебаная Лунный эклизм Дай мне пролапс Блядь Скажи мне быстро Сэллормун Сэллормун Блядь Сэллормун Кстати мне нравилось Мне она Однозначно нравилась И там Грехи озвучек Смотрел Сэллормуном Блядь У нас наверное Нужен акцент с тобой Русский появился Ну так и Это мы После 15 Рюмки Все нормально Вообще Все чики-пуки Там Переозвучены Были То ли два мужика То ли две бабы Чтобы они Не были Гендерно Одинаковые Типа А Типа Чтобы не было Вот это Да Да Чтобы Сэллормун Это херня была Японцы Из Того Что я еще Помню Вот такого Вот около Японского Это покемон Который Мы по-моему С тобой говорили Кстати про это В прошлом подкасте Около японского Это конкретно японское Не пиздите там Анимешники Сидите Забейтесь в ухо Пожалуйста Которого Я помню Даже пытались Запретить Потому что Блять Ну потому что Заебал Потому что Дети Скидывались Блять С балконов Потому что Думали что Могли летать Там и так далее Короче Новая зараза В интернете Впн Да да Как обычно Блять Придумывают Всякой хуйни Блять Японской И смотрят И блять Самоубиваются По всей делянке Японского У нас кстати Не очень много было Если я правильно помню Больше было Вот всякого Около Американского Типа Типа Никелодион Весь Эй Арнольд Блять Очень депрессивный Мультос Если так задуматься Ты знаешь То что они Потом замутили В самом конце Да Я досмотрел До этого Я Я недавно Блять Мне попался Короче Ролик На ютубе Который Типа Ну там Минута сорок Для тех Кто не понял Хельга и Арнольд Замутили в конце Хельга и Арнольд Замутили в конце Это Символизировало Блять Да Конец Дружбы Сериала Германии США Очевидно Да Допустим Да Символы Очевидные В сериале Вот Это Блять Это знаешь Это вот как Я недавно Узнал о том Что В последней серии Крутого пике Самолет сажают В Калампуре Они сели Блять Там был второй сезон И они опять Там беда какая Не 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 Там не было второй сезон Не было раз Не 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 Там не было второй сезон Там знаешь В чем был прикол Короче Блять Ты знаешь Да Короче Весь сезон Все вот эти вот там Блять Я помню Миллион Миллион серий Они падают Короче И там есть Последняя серия Где они Героически Сажают Самолет На взлетную Полосу Тормозят И такие говорят Типа Блять Ну Ёпта У нас это Мисс Бурпул Стоит А мы сидим Негоже Типа Мужикам Сидеть Когда Дама стоит И они взлетают Обратно Да 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 Там Пиздец Бля Отвратная Концовка Ужасная И Веста Дринки Ааа Блять Мне всегда Нравилось Блять Ну мы отошли Немного от мультика Мне всегда нравилось Деревня дураков Когда они вот Мутный Сэм Достают И закусят Капустян Блять Какой-нибудь Пирог Блять Мне очень нравилось Там Звуковое сопровождение Когда И вот Когда этот Матро зарос Бля-бля-бля-бля Да А как же Этот Бар Каламбур Ну Бар Каламбур Он такой Блять Очень Очень такой Да Типа Там надо Бух Там надо Бухать Там надо бухать Да Для того Чтобы Въехать В те времена Да Знаешь Отдельно Отходя Вот еще Маски шоу Это вообще Это пиздец Никогда не любил Тоже Нихуя Великолепно Вообще Никогда не любил Я тебе говорю Я обожаю Маски шоу Это просто По тебе видно Вот напиздишься Как-нибудь Лишний раз Тебе приедут Прямо домой Насчет Маски шоу Я понимаю Что они Прекрасные Ебейшие Комики Все И для того Чтобы такое Сделать Это Нужно Эвелина Блёданс Как минимум Типа Типа Ну Ебейший Талант Короче Вообще В целом Клоунада Это очень Очень Тяжелый Жанр В котором Трудно Преуспеть Если ты Не Играешь В группе Хэттерс Ну Ладно Не будем Да Вот Но В этом случае У них Знаешь Как-то Так получилось Что Типа Ты смотришь Ну да Играют Хорошо Сюжеты Даже нормальные Даже С претензией На то Чтобы Там Типа Быть смешными Там Туда Сюда Блядь Мне Вот Как-то Даже Не смешно Было Что Тогда Что Вот Даже Сейчас Они Мне Попадаются Я Как-то Ну Типа Блядь Хуй Знаю Грустно Закончил Что Касается Например Диснея Блядь Ну ты вот Про короля Льва Про короля Льва Херстин Пиксар Дисней Давай Это в одну Кохорту Сувать Потому что Ну А Ну подожди Если Пиксар Дисней Это Ну плюс Минус Пожалуйста Здрасте Пожалуйста Здрасте Это Выход Саживаешь Пиксар Из Диснея Ну Я Я Блядь Тачки До сих пор Катирую Ну Тачки Это Нет Типа Вот Ну Что касается Например Пиксар Вообще Пиксар Кстати Очень Dreamworks У них Типа Бля Шрек Шрек Из Лав Шрек Из Лайф Блядь Шрек Это Это Все Это Прям Вот Не Что касается Например Пиксар В осознанном возрасте До меня доперло Что Оказывается Есть Такая теория В которой Все Пиксаровские мультики Существуют В одной вселенной Да Да И типа И ты начинаешь Искать Всякие Отсылочки Всякие Вот мелкие Ну они банально Кадрики там И так далее Да Они Отсылки засовывали Но при этом Это все Очень вяжется И очень Как-то так Получается Типа В цельную картину Складывается Что там И Блядь И храброе сердце Оказывается Там была Старуха У которой Была дверь В которой Типа Блядь Из корпорации Монстров Короче Ну там Вот это Вот это Вот все Очень Интересно Сейчас Конспирология Все Переплетено Вот Конспирология Да 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 Вот как он сказал Вот Что касается DreamWorks DreamWorks Мне На самом деле Не всегда Нравится Что-то у них есть Хорошее Что-то есть Вот В отличии Например От Pixar Pixar Мне Дико нравится Ну практически Все Я не все Смотрел Но Все что я смотрел Мне все нравится Вот Все что я смотрел DreamWorks От DreamWorks Мне Нравится Не все Вот Да Шрек От DreamWorks Штрек 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 Блядь Это мы После 18-й рюмки Все по душам Отлично Майк Майерс Зарешал Просто А мне очень нравится Наш русский актер Дубляжа Который звучит Пизже Чем Майк Майерс А ты знаешь Кстати То что Майк Майерса Не сразу Твердили на роль Да И до этого Там было еще Три или четыре Человека А нашего Кстати Наш очень долго Не соглашался Его тетушка Которая Режиссер Дубляжа Она ее пиздец Уговаривала Он такой Говно Какое-то А типа Давай-давай Да Он такой Блядь Срать Не буду Потому что Еще никто Не знал Никто не ставил Вообще На то Да Блядь Если так Знать Это вообще Ни с каким Произведением Искусства Типа Это понятно Смысл Какой Но просто Никто Не знал Что Это настолько Приобретет Вот такой Ну Можно сказать Планетарный масштаб Что Майк Майерс Такой Типа Тоже Он не сразу Согласился Он типа Да ебаный В рот Типа Туда Сюда Он несколько Разных Дублей Делал То есть Он Несколько Раз Практически Целиком Переозвучивал Сценарий Весь Да И только В самом Конце Он типа Сделал Вот этот Шотландский Акцент Который У него Вот И который Придал Вот эту Харизму Шреку И Так какую-то Харизму Он просто Деревенщину Показал Которую Большой Город Пришел Да Но это же Сыграло На роль Сюжету Это сыграло На роль Всей картины Вот И Его по праву Можно считать Тушнит Его по праву Можно считать Достойным Как сказать Воплотителем Этой роли Скажи Стендап комик Которую осла Звучила Эдди Мерфи Спасибо Что сказал Большое Спасибо Пожалуйста Обращайся Мне очень нравится Как В оригинале Звучат Антонио Бандера За кота И Эдди Мерфи За осла Вот блять Майк Майерс Мне не нравится От слова Блять Вообще Совсем Вот просто Совсем Ну слушай Это кстати Американская Классика Очень многие Американцы Котируют Типа У нас Много кто Хуй на них Вперед Россия У нас много Кто говорит Что типа Да Да ебаный в рот Ну типа там Ничего особенного Не В Шреке Все особенное Это прекрасно Я имею ввиду Тебе про Именно про говор Именно Майк Майерс Да Я именно про говор До Майка Майерса Многие просто Не выкупают Какую вот Мелкую Вот эту вот хуню Которую он сделал Типа Для Англоязычного Слушателя Который Шотландский акцент Вот это воспринимает Не только Как деревенский Вот это вот Типа Роднековский Такой около Ну роднековский Он больше на ирландский Как-то похож Если честно Хотя блять Пошли вы нахуй Вася, Ваня Выходим с вами По одному нахуй А больше просто Знаешь, как Просторечие такое Как Типа Да ёбаный в рот Да вы все заебали Отъебитесь от меня Я хочу жить в болоте И все И все И это Ну как бы Его Вся Весь Лейтмотив На этом строится Самого Шрека Типа Типа Там уже Там уже Шрек Третий Там детки Четвертый Пятый Седьмой Десятый Двадцатый Навсегда Ну это извините Это блять Уже Продакшн Машина Не, ну слушай Ну на самом деле Если Первый Второй Мне нравится Там дальше Я как Мне третий Еще нравится Туда Сюда Типа Это где Король Артур Да Понял Вот Шрек Навсегда Вообще Вот прям Просто Нет Прям от слова Совсем Опять же Короче Мы походу Про мультики Еще можем Долго говорить Но Мы уже и так Записали на все А самое главное Мы можем поехать в бар И просто попить пиво Вот поэтому Поэтому давай так и сделаем Я просто уже допил Пора заканчивать подкаст Очень сегодня интересно Все Достаточно Концентрированно Душно Достаточно Концентрированно Интересно И прекрасно Поэтому увидимся Через полгода Возможно даже и раньше Хуй просыш Возможно Будем делать Лайв форматы Где нибудь Просто на диванчике Дома Телеграм Пожалуйста У нас Здрасте У нас есть Телеграм канал Залетайте Пожалуйста Там Всякие Эксклюзивчики И внутрички Всякая Хуйня Пиздеж 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 Провокация Пожалуйста Подписывайтесь Поехали в бар Все Всем Бай Бай Это 20 Рюмка Наверное Последняя Мы не знаем Какая рюмка Но мы уже Хорош Не свети в глаза Все нормально Да давай Еще парочку Накатим День Стран Субтитры подогнал «Симон»